Всем добрый день, с вами Агний Гнатьев. Это очередная серия основы анимации и сегодняшняя тема у нас СМЕРС, либо в переводе на русский язык означает мазки. Что такое мазки? Ну, на самом деле мазки это определенная анимационная хитрость, которая позволяет нам сделать нашу анимацию более быстрым путем и сделать ее более мягкой. Перед вами сейчас два самых распространенных вида мазков. Это с помощью растяжения, когда полностью все растягивает, ну и с помощью так сказать деления. Вот видите, здесь просто разделенное количество глаз, а здесь вот вытянут один большой глаз. И ту, и другую технологию очень часто используют, и вы, наверное, сами много раз это видели, просто не придавали этому значения. Как я уже говорил, эта технология позволяет вам делать более быструю анимацию, и она у вас все так же будет красивой и интересной. Ну, в первую же очередь, где это же можно использовать, это, например, создание для рук, потому что мы сами понимаем, при быстрой скорости рук нам будет сложно зарисовывать каждый кадр. И, конечно же, использовать мазок это очень хороший трюк, который позволяет, но также использовать мазки не только на руки, на лица, особенно любят делать мазки для поворота головы. Эту технологию используют уже очень-очень-очень давно. Даже вот у Диснея можно увидеть необычные методы использования. Ну, как вы видите, это деление. А вот здесь просто вытягивание. То есть, в зависимости от ситуации, можно это использовать немножечко по-разному. Но, тем не менее, технология, она будет всегда похожа. Изначально частенько такую технологию используют не только для сокращения анимационного времени, то есть для затраты аниматоров, но также для смягчения. Вот в этом случае, в данной ситуации, это больше использовалось для смягчения анимации, так же, как и вот здесь. Из-за этого анимация выглядит более плавной. Также такой анимационный подход можно частенько увидеть в современном мультфильме, например, Стар против силы зла. Кроме экономии и мягкости, эту технологию частенько еще используют для создания определенной комичности. Особо сильно в создании комичности преуспели японцы. Они частенько в аниме это используют. С технологической стороны хотелось бы отметить, что этот трюк можно использовать даже более ленивым способом, то есть он и так для экономии, но некоторые умудряются еще более лениво это делать. В данном примере использовалось даже не отрисовку вытянутого лица, а просто сплющили лицо и вытянули его обычными инструментами. И такой подход иногда можно тоже увидеть в анимации персонажа для игр. А вот в следующем примере, здесь очень интересно получилось, то что вытягивали таким образом, что как будто бы на самом деле это сделано с помощью линзы, либо же с помощью классических эффектов, размытия, либо вытягивания линий. На самом деле технология очень-очень простая, здесь мало что можно о ней рассказать, вы можете сами это поизучать, смело гуглите это в интернете, смотрите примеры. Примеров очень много с этим подходом в анимации, вы можете просто так сказать засмотреться. И это позволит выглядеть вашей анимацией намного более интересной. Ну на этом все, всем всего хорошего!